Рабочий день, два часа дня. Футбол в такое время обычно не начинает. Но в этот раз все по-другому. Игра Барнаульского «Динамо» с футбольным клубом «Тюмень» сразу организовали с особым условием. Пинать мяч начали в два часа, под предлогом раннего выезда соперников. Правда, в спортивном сообществе тут же начали рассуждать об освещении на стадионе, вернее, его отсутствии. Дело в том, что стадион «Динамо» со скрипом получил аккредитацию на работу. Ему присудили третью категорию. Это означает, что начинать игры здесь в сентябре можно не позднее, чем в 16.30. Освещение здесь вообще не включает. Точной причины такого положения от руководства клуба мы не услышали. Но замены прожиторов не происходит. Вероятно, у «Динамо» нет денег на ремонт. На перекор всему счет на табло в пользу «Динамо». Хотя перед игрой только ленивый не говорил, что лидер первенства «Тюмень» возьмет верх. Даже удаление «Барнаульца» Максима Ярусланова не подбило настрой на игру у хозяев. Белоголубые присели в оборону и ждали шанса, сдерживая натиск гостей. По факту ничья, да. Такие игры, такие игры, я хочу сказать, именно объединяют команду. Когда пацаны верят друг в друга, когда они поставятся друг за друга, когда болельщики видят, что нет равнодушных на поле, идет единение с болельщиками. Вот это радует. Самоотдача «Барнаульцев» не уберегла хозяев от пропущенного гола. «Тюмень» попросту дожала «Динамо» и с помощью рикошета смогли забить гол. Но на этом середине матча ни одна из команд не порадовала своих болельщиков еще одним мячом в воротах. Тюменцы, которые начали игру уже в качестве победителей, грусть не скрывали. Барнаульцы не проигрывают уже на протяжении четырех матчей, но в турнирной таблице мы все еще на предпоследнем месте. Одна победа, три ничьи и четыре поражения. Следующую встречу «Барнаульская Динамо» проведет на выезде 21 сентября против дубля «Урала» из Екатеринбурга. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.